Спасибо нашим коллегам, а мы продолжаем. Тема эфира у нас сегодня мартовский четверг. Также Дмитрий Соловьянов, Анна Шамбадал. Готовы? Готовы снова и снова продолжать и в данном случае разговоры о мероприятиях, которые состоятся скоро и их стоит посетить. Так в Челябинске совсем скоро начнется еще один фестиваль Днебаха. Когда он стартует и кто примет в нем участие, узнала наша коллега Екатерина Назарова. Все подробности ей рассказала директор зала камерной и органной музыки «Родина» Ирина Андреева. Давайте посмотрим. Всем привет! Сегодня я нахожусь в невероятном и удивительном месте. Нахожусь я здесь не случайно, ведь повод есть. Уже совсем скоро состоится седьмой международный музыкальный фестиваль Днебаха на Южном Урале. Что это за фестиваль? Что же будет? Побеседуем с директором зала органной и камерной музыки «Родина» Ирины Андреевой. Ирина Александровна, доброе утро! Доброе утро! Ирина Александровна, ну такая дата! 335 лет со дня рождения великого композитора. Наверняка многие на Южном Урале захотят отпраздновать ее. Так вот, есть ли еще билеты? Билеты еще есть, поэтому можно поторопиться, успеть сделать своим женщинам подарок. У нас будет играть на нашем замечательном органе органист из Германии, из Италии. Кстати, из Италии органист Лоренцо Гиельми, он в Челябинске неоднократно уже был. Он профессор Миланской академии музыки. Он удивительно играет, один из многих органистов играет босиком. Вот это такая удивительная картина, подходит органист, разывается, играет на нашем органе босиком, чтобы ощущать педали более тесные, более так интимно, что ли. И органист из Германии, Томаш Адам Новак, он будет играть в конце нашего фестиваля. И этот концерт будет приближен максимально к Пасхе католической. Поэтому программа будет вот такая духовная, красивая, просветленная. Одна из тем нашего фестиваля – это семья Баха. Вы, наверное, знаете, что у Баха было 20 детей, и почти все дети стали музыкантами, потому что у них был учитель, великий отец, Иоганн Себастьян Бах. И вот многие для себя откроют очень необычные, интересные факты о семье Баха. Это будет интересно. Этот концерт будет в три часа проходить, поэтому он семейного характера, семейного формата. Поэтому дети и родители узнают, как же детей своих воспитывать, чтобы они все выросли гениальными, красивыми, умными. Ирина Александровна, Вы сказали про то, что можно приходить всей семьей, можно брать деток. Но вот деток очень сложно удержать их внимание. Не заскучают ли наши маленькие меломаны? Что Вы подготовили для них? Концерты, которые будут звучать на фестивале, они все доступны. У нас идет рекомендательное сопроводительное направление 6+. То есть концерты будут для детей тоже предназначены. Участники фестиваля очень много гастролируют. Им аплодируют не только в России, но и за рубежом. Так вот, как же у Вас получилось совместить эти графики, чтобы фестиваль был поистине представительным таким? Наш фестиваль, наверное, впервые за историю фестивального движения. У нас седьмой фестиваль. И мы впервые наши концерты, фестивали Днебаха на Южном Урале, мы их будем показывать и в городах Челябинской области. Это Троицк, это Садка, это Иженеуральск, Эштым. То есть наш орган не имеет границ, и наш фестиваль, он тоже безграничный. Потому что музыка Баха – это музыка вне времени и вне пространства. Наш фестиваль, он еще будет продолжать линию тех концертов, которые у нас уже звучали. И они просят повториться, потому что это были уникальные концерты. У нас будет играть Владимир Хомяков с великолепным гитаристом. Это Евгений Финкельштейн, который является профессором. Он является в ряду международных конкурсов. И вот для меня его концерты – это музыка тишины. Вот это такая тишина, которая просто гипнотизирует наш зал. И, наверное, хочется еще рассказать о концерте, который для меня будет тоже знаковым, необычным. Этот концерт называется «Феерия барокко», это 19 марта. К нам приезжают музыканты из Санкт-Петербурга, из Москвы. Органист Александр Новоселов, а вот солист – это солист для меня очень необычный, удивительный. Это Геннадий Никонов. Он является одновременно и исполнителем, солистом на трубе, и одновременно он является контртенором. Он поет. У него очень необычная манера извлечения звука своей трубы. Кстати, он является еще ведущим солистом Мариинского театра, оркестра Мариинского театра. Это будет удивление для наших зрителей. Итак, это концерт 19 марта «Феерия барокко», Александр Новоселов-Орган и Геннадий Никонов «Труба» и контртенор. В общем, дорогие телезрители, приходите смотреть, наслаждаться, восхищаться этим действием, подготовленным специально для вас. Большое спасибо, Ирина Александровна, за столь раскрытый ответ про эту замечательную программу, про приближающийся фестиваль. Вас с наступающим праздником и 8 марта, ну и таким праздником, как день рождения Баха. Я думаю, что вам он точно откликается. Большое спасибо нашей коллеге Екатерине Назаровой и Ирине Андреевой, директору зала камерной и органной музыки «Родина», за подробный рассказ о фестивале «Тни Баха». Ну а далее у нас тоже интересный сюжет. На этот раз я уже отправилась на выезд и познакомилась с ведущими утренней передачи «Стар Перцы». Все подробности вы увидите. В общем, шалила, играла, веселилась. Как всегда. Давайте посмотрим.